Тольяттинские команды Тольяттинские команды Тольяттинские команды Вот. И этому будем, как говорится, готовиться, усиляться, смотреть. Костяк всегда сохраняется. Вот у которой сейчас играли 6-7 человек, это всегда и в том году так же было. Это основно поэтому как бы играем, потому что костяк сохраняем. Что касается Новокуйбышевского Олимпа, то интрига по его поводу сохранялась до концовки матча с последнего тура с униксом юниор из Казани. Воспитанникам Алексея Солдатенкова надо отдать должное. Заключительную встречу они провели очень уверенно и абсолютно заслуженно пробились в следующий раунд. Гывал в ногах, когда играл на команду. Мы хотели быть в полуфинал, мы это и сделали. Выход трех команд губерния в полуфинальный этап – несомненный успех для региона. У нас Перенец-Самарской области проходит как, ну скажем, полуфинал Кривенства России. Вот мы, например, на Перенец-Области проиграли три подряд игры, сводимся в одно очко. То есть вот такая конкуренция. Поэтому вот эта конкуренция выигрывает всем и радует то, что Федерация областная и Лев-Красные Крылья делают какие-то шаги к детскому баскетболу по объединению. Честно говоря, не знаю, что из этого получится, но уже то, что со второго числа сбор в Тольятти перспективных ребят 99-го года собирают. Есть надежда в том, что люди, которые обличены властью и средствами, возможно, создадут систему, когда действительно люди не будут уезжать 14 лет в другие города, а что-то такое будет здесь. Поэтому выход трех команд в полуфинал – это закономерность. И в прошлом году была ситуация, где команды играли в финале, в Тольятти чемпионы, мы четвертые. Поэтому я буду рад, что в финале будут играть три команды. Но правда, до этого нужно еще дойти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова